30 миллионов в месяц несколько миллионов долларов они вернулись к тебе нет я невероятно результативен у меня море энергии это губка разных видов это мусорный пакет двух видов дети чем занимается ваш папа он делает мусорные пакеты по пацански пацан сказал пацан сделал привет дорогие друзья сегодняшний выпуск федери влог посвящен одному простому вопросу в чем секрет вечной молодости потому что на этой неделе исполняется 50 лет молодому человеку андрею здесенко человеку который является основателем и руководителем корпорации биосфера поэтому мы пришли к нему в гости и будем его пытать а еще сети ресторана в опиано и сети бутиков харизма премиум класса харизма привет андрей он еще и поет чтобы было понятно я так понимаю что это новый офис да это наш новый офис он не единственный мы расширяемся корпорация растет нам не хватает места поэтому мы реализовали наш маленький амбициозный проект по созданию такого биосферовского пространства креативного творческого который дышит который мы любим я как мы точно уверены будут рождаться новые бренды новые идеи и наш успех вперед добро пожаловать и Субтитры сделал DimaTorzok Андрей, скажи, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что в целом твой самостоятельный путь в бизнесе стартовал из-за того, что твои прошлые партнеры тебя фактически выдавили из этого бизнеса? Можно так сказать. Это скорее не все партнеры. Я был доминирующий турецкий партнер, который играл серьезную роль. И в определенной степени я был ему оппозицией, независимым, со своим мнением. И второй фактор о том, что инвестиции были очень высоки, а я был слишком молод, самонадеян, амбициозен, целеустремлен, с характером. И они понимали, что им будет очень непросто со мной. Они переживали, что я приму неправильные решения. И действительно в маркетинге хотел сделать такую прорывную стратегию и занять доминирующую долю рынка в женских прокладках, в средствах детской гигиены. Турки имели на это свое мнение. У них была стратегия следования за лидером. Не нужно было делать ничего инновационного. Нужно было делать то же, что делает проктор, но дешевле. И здесь они просто переживали, что я наломаю дров и буду too brave. И воевать. Поэтому они убедили моих партнеров на тот момент о том, что с Досенко скорее опасен уже в роли руководителя бизнеса, чем он ходит. Плюс мне просто не нашлось места в структуре. Я крайне благодарен корпорации Ольвия, Касьянову, Киптыку, Ермолаеву, Виленскому. Это были мои университеты. Это возможность вырасти. Это такой действительно был для меня турбо. Я пришел в эту компанию маленьким предпринимателем, лидером Днепропетровского рынка в дистрибьюции средств гигиены детской и женской. А в общем-то биосфера в 1997 году мы ее создали, как первый межаптечный центр детской и женской гигиены. Межаптечный центр. Первый межаптечный центр. Что это за термин такой, межаптечный центр? На тот момент все эти средства только начинали зарождаться, как культура. Межаптечный центр детской гигиены. Да, да, да. Это была тема новая. И в аптеках практически не было этих средств. Был только Проктор и Тампакс. Мы хотели создать альтернативу Проктору, собрали у себя очень мощный портфель. Либера, Либрес, Белла, Оонтекс, Хелен Харпер. И вот наша идея была предложить лучше, больше в одних руках. То есть все продают медпрепараты, а мы продаем средства гигиены. Аптекам. Аптекам. Но когда мы столкнулись с тем, что рынок не аптечный, способен поедать, способен поглощать в 10 раз больше, за живые деньги, с огромной скоростью, рынок голоден, мы полностью переключились. И мы в течение полугода стали лидерами на этом рынке. Мы раздали более тысячи прайсов. Мы с моим партнером Евгением Лифановским проехали все рынки, базары, которые могли дотянуться. И, в общем-то, дальше начались. То есть ты руками в поле, как камевояжор. Совершенно верно, как камевояжор. Мы ездили на моей первой копейке. Мы грузили эти коробки в машину. Мы их разгружали, мы их загружали. У нас не было штата грузчиков. Мы начинали с нуля. И у нас грузчики даже была бабушка-вахтерша, потому что ей были нужны несколько копеек. И она нам помогала. И когда она несла эти ящики, мы думали о том, чтобы она только не свалилась. И эти ящики не придавили ее милую душу. Вот так это было. Я помню о том, когда у нас был гололед. Перед складом машина просто села, машина с бумагой. И нам пришлось по гололеду таскать это все в течение нескольких часов. У нас не было денег на простой. И мы жили от поставки до поставки. Это был такой бизнес. И потом мой студенческий товарищ пригласил меня младшим партнером в крупную корпорацию развивать именно этот бизнес. Дистрибуторский или уже произошло? Импортерский. Да. Мы покупали у импортеров, которые это завозили в Украину. У двух компаний в Одессе и в Харькове. Но рядом была гигантская компания Ольве, у которой была дистрибуция моющих средств, порошка моющих средств. И они решили это направление развивать. У тебя не было внутри тогда каких-то сомнений? Вот я же здесь собственник, и это мой бизнес, а там чужое. И тут я старший партнер, там младший партнер. Ты знаешь, Андрей, в этом скорее тоже вопрос интуиции. Быть частью чего-то огромного, большого, новый опыт, возможность возглавить рынок в Украине или остаться маленькой компанией. И когда Вадим Ермолаев предложил мне войти в состав Ольве, предложил быть младшим партнером, я приехал, я набрал двух своих дистрибьюторов, которые мне поставляли, поставщиков, и они говорят, они просто смеялись. Я говорю, у меня есть такое предложение. Я понял о том, что… Почему смеялись? Ну, потому что они не верили в эту затею. Они считали себя самыми сильными, они считали, что в этой затее ничего не получится. Я говорю о том, что компания планирует прямой импорт. Вы нас можете поддержать, потому что у нас нет прямого импорта, но нас будут атаковать, будет демпинг, нас будут выживать с рынком, мы это прекрасно понимаем. Мы способны воевать, мы с вами или нет? Ну, ответ был такой, ну, пусть вначале попробуют. Пусть вначале попробуют эти контракты получить. И когда я приехал в офис, я помню этот момент, я понял о том, что или я возглавлю, или через год компания перестанет существовать. Возглавляешь рынок? Возглавлю рынок, приду и возглавлю это направление в Ольвии. Мы договорили с Женей, компанию, которую мы создали, осталась под их руководством. Я один, пришел в новую совершенно для меня среду, в новую культуру, совершенно другую, масштабную, мощную, которая на тот момент поражала меня гигантскими объемами, которая была на 10 лет впереди. У тебя 28 лет где-то было примерно? Да, да, да. И я стал учиться. То есть для меня многие вещи, я говорю, это был просто мой университет, я был с открытыми глазами. Через полгода после моего прихода я получил, мне удалось убедить получить все прямые контракты, которые были на ключевые бренды для Украины, для прямого импорта. Через год у меня было 30% доля рынка. Почему, во-первых, почему у тебя поверили эти поставщики? Что ты им говорил такого, что не говорили другие? Первое, я был профессионалом. Я разбирался в теме, в отличие от тех менеджеров, которые работали в этих компаниях. Второе… Профессионалом ты имеешь в виду на кончиках пальцев? Конечно, знаю рынок, знаю, как продавать, но все. Второе, действительно, компания, в которой я работал нашим партнером, и где я, по сути, пришел один и сформировал целое бизнес-направление, создав команду с нуля. Это мощнейшая была группа с мощнейшими дистрибьюторами, с очень большим финансовым ресурсом, с огромным классным портфелем. То есть я продавал синергию, я продавал стабильность, я продавал силу портфеля, я продавал лучших дистрибьюторов. И я продавал себя, свое лидерство, свою команду. Люди вовлекаются в людей, это мой принцип всегда. Люди вовлекаются в людей. Расскажи подробнее. Это способность поверить в человека, почувствовать в нем общность, поверить в его энтузиазм, поверить в его подходы. Когда ты не видишь, не понимаешь, что за ним стоит, он к тебе приехал, у тебя нет офисов, нет пароходов, кораблей, ничего. Ты даже одет, по тем временам я был просто одет смешно. Вот я не владел английским языком. Учить английский язык я начал 35 лет. 35 лет я начал учиться английский язык. А как ты проводил переговоры? Со мной был мой руководитель ВЭД. ВЭД внешнеэкономической деятельности. Вот для тебя, даже если просто посмотреть на то, как ты выглядишь, или посмотреть на то, как выглядит даже welcome зона в офисе, гипер важна эстетика. Не просто дизайн, да, то есть дизайн бывает разный, а вот с вниманием к самой маленькой мелочи. Почему для тебя это важно? Потому что я бы назвал это не только дизайном, я бы назвал это эргономикой. Эргономика безумно важна для людей. Это не ощущается с первого раза. Да, но вот я спрашивал у ребят о том, каким работается в новом офисе. Они говорят, нам не хочется отсюда уходить, нам хочется сюда приходить, нам хочется здесь больше остаться. Офис дышит, это позитив, это энергия, это креатив. Да, поэтому это тема эргономики. Эстетика, эргономика, комфорт, inspiration. Они гордятся этим офисом, они это снимают, они показывают. И в общем-то это все потом аккумулируется в слогане We create value. Да, мы создаем value. Не value как стоимость, да, а скорее мы создаем значимость. Вот для нас это принципиально важно. Современный офис – это комбинация open space и определенных зон для такого персонального уединения, для проведения, как они называются, spontaneous meetings. Да, и для того, чтобы создавать определенные креативные общие зоны, которые тоже являются местом скопления людей, выработки решений и креатива. То есть современный офис – это не офис с заранее определенными функциональными зонами. Это офис гибкий, который можно определенным образом менять, объединение своего пространства. У людей оно должно быть и возможность уединиться, побыть, побыть в комфорте. Поэтому возникают места для звонков, места, где ты можешь почитать, уединиться, где-то даже вздремнуть. Вот это принципиально важно. Есть ли у тебя какие-то, я не назову это трюками, но вот ты заходишь в комнату, для тебя это важные переговоры, но ты видишь этих людей первый раз. Между вами… Улыбка. Ледяная глыба. Улыбка. 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 Как ты к этому пришел? Это с детства. Это во мне. Это харизма. Харизма – это объединение качеств. Но вот это open for you, о которых я говорил. Это все. Вот это улыбка. Это открытость. Если говорить о том, кто здесь был моим учителем, Сергей Касьянов, один соучредитель Ольвы Беты. Я считаю его одним из своих учителей, моих менторов. Я пришел действительно зеленым младшим партнером в Ольвию. И с одной стороны Вадим Ермолаев, с другой стороны Сергей Касьянов, это были мои учители. Я видел, как он ведет переговоры. Какая энергетика, какое вовлечение, способность влюбить в себя. Я взял частичку от этого. Как это делать? Кроме улыбки. Что еще? Мне мало. Расскажи, как это работает? Я думаю, что это вопрос все-таки уважения и любви к людям. То есть искренне любить и уважать людей, с которыми ты хочешь вести взаимоотношения. Даже если ваши переговоры негативны, даже если вы понимаете, они будут сложными и неизвестно, как они закончатся. Не знаю, это какое-то внутреннее чувство. Я не могу это передать, я не могу этому научить. И это точно не фальш. Люди всегда чувствуют фальшивую улыбку. Почему меня так хорошо и быстро получилось наладить с 50 итальянскими, крутыми брендами взаимоотношения? Потому что итальянцы очень открытые люди. Они чувствуют фальш. Да, безусловно, это законы жанра. Итальянцы улыбаются. Тебе ты отвернулся. Там зачастую реакция другая. Но я улыбаюсь. Вообще, когда я начал учить английский в 35 лет, я подумал о том, о какой критерий моего языка. Я смогу переговоры проводить? Нет, этого мало. Это слабая цель. Я всегда стараюсь сделать такую контекстуальную цель, которая бы смогла выразить и отразить мое намерение. И в то же время быть гораздо дальше, объединяя в себе целый комплекс изменений и трансформаций качественных, которым я хочу прийти. Так вот я себе написал о том, что я хочу иметь в 10 странах мира друзей из числа местных людей, не числа бывших украинцев, россиян, которым я могу быть и хочу интересен, и эти люди будут моими друзьями. иметь друзей, но не потому, что у нас бизнес, а потому, что я им интересен как личность. Через несколько дней у меня в гостях на празднике будут эти люди из разных стран, которым я интересен как личность, не потому, что мы делаем бизнес. В первую очередь как личность. А вот здесь уже включается язык, знание культуры, музыки. Ты должен быть интересен. Никто лучше не покажет свою страну, как человек, у которого ты живешь дома. Для меня хорошее слово, я его очень люблю, это культивировать в себе. Культивировать себя. Это как вскапывание, да? Нет, специализировано работать над своими установками, над своим наполнением, читая, путешествуя, впитывая, все это миксуя и выдавая. Люди вовлекаются в людей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще гитара меня сформировала как лидера. У меня есть выражение, любимое, о том, что одно из... Менеджер всегда на сцене. Лидер компании всегда на сцене. Как бы он ни думал, вся компания всегда смотрит на тебя. Хорошие моменты, как ты празднуешь, плохие, как ты встаешь, как ты объединяешь людей вокруг себя, что ты делаешь. Ты всегда в фокусе. Это не только публичное выступление. Это точно не Facebook. Это то, как тебя воспринимает команда. В горести, в радости, в прорывах, как ты справляешься со сложностями, как ты реагируешь, как ты заряжаешь. Люди всегда на тебя смотрят. Я в детстве был очень таким скромным парнем, очень некрасивым. У меня были очень большие передние зубы. Есть фотографии, где я с мамой. У меня действительно... Это было. Я в 30 с чем-то лет начал носить брекеты. Два с половиной года я... Ты был некрасивым? Я был некрасивым. Когда ты это понял? Что я некрасивый? Когда я хотел понравиться девушкам. И я понимал, что мне с одной стороны нужен какой-то компенсатор, какой-то турбо, какой-то афродизиака, я не знаю, как это сказать. С другой стороны, папа, который прекрасно играл и всегда в доме было очень много гостей. Я вырос на советских песнях, на объединении гостей. У нас постоянно он всегда был в центре коллектива, душой коллектива. И он настоял, чтобы я учился игре на гитаре. Я хотел быть барабанщиком, но вот так он меня тонко, качественно подвел, и я играл. И вот именно гитара меня сделала лидером, потому что когда ты играешь, ты в центре внимания. на чем я всегда держу фокус параноидально, на том, насколько мой продукт конкурентен, насколько он в рынке, насколько он соответствует, эффективность, сколько мы зарабатываем. многие говорят, ну слушай, там месяц, два, не-не, давайте там годовой бюджет, там полугодовой бюджет, ребята. Ежемесячно сейчас в условиях Украины я контролирую, сколько мы зарабатываем. Это наше топливо. Если его нет, мы не поедем. Знаете, прекрасная, красивая машина, супер дизайн, без топлива. Она обездвиженная, она мертвая. Efficiency – это наше топливо. И, безусловно, развитие. За развитие – это фокус, который я всегда держу. Так и случилось с Ольгой. Я задал себе вопрос, хорошо, сколько мы еще будем импортировать эту продукцию? Очевидно, придут сети. Есть пример Польши, есть пример западных стран. 70% сети, частные марки, производители. То есть через 3-5 лет у нас не будет шансов быть импортером. Они откроют свои представительства, сами будут растамаживать, работать напрямую сетями. Нам просто не останется места. Что нужно? Нужно производство. У меня была очень четкая модель польской компании ТЗМО, Тарунские заклады материалов и патрунковых. Белла – торговая марка. Это хлеб с маслом в этой категории, которая создала первое производство, занялось 45% польского рынка, извините, трапила Проктор и развивалась в других странах. Благодаря чему? Благодаря 3 компонентам. Конкурентоспособному продукту, который был значительно дешевле, чем Олвис, Лебрес и другие марки. И они сумели наладить производство, это первый опыт и первый кейс такой в мире, они сами производили оборудование. Оборудование очень сложное, каждая линия стоит полтора миллиона евро, и они смогли сами разработать эти линии. Да, они были чуть проще, но они были достаточно скоростные, и у них была колоссальная efficiency. Благодаря тому, что они не тратили дорого. Совершенно верно, потому что есть амортизация, есть проценты по кредиту, например, одна линия стоит полтора, у них стоило 500. И я понимал о том, что вот моя модель, и мы тоже должны начать производство, но не двигаться через старый продукт, двигаться через продукт, где-то даже более модерновый, чем тот был на рынке. И мы купили две самых инновационных линии на тот момент у итальянцев дорогих, но которые позволяли нам не плестись хвосты Беллы или Проктора, а дать решения, которые будут уникальны. Плюс, безусловно, там классических решений. Да, я был идеологом этого процесса. Мои партнеры поверили в меня, дали возможность сформировать команду. За год мы полностью были готовы к запуску производства. То есть я нашел всех людей, которые было нужно. Мы объехали порядка 15 производителей оборудования, 35 поставщиков в разных странах. И я перед этим, как ты говоришь, а как ты это делаешь? Я написал целеполагание быть первым и лучшим в Украине экспертом по производству детской женской гигиены, открыть первое в Украине производство. К такому-то году. Вот я себе это написал. И мы это сделали. Но уже, безусловно, сделала эта компания без меня, потому что за несколько месяцев до запуска производства я ушел. То есть фактически ты зашел ни с чем и вышел ни с чем только с опытом. Да, с огромным опытом. И по сути, потом с 2002 года за 10 лет мы сделали компанию с оборотом, который в два раза превышал оборот Вольве Бета на момент продажи. Круто. И с производствами в нескольких странах. Как ты понял, что именно ты хочешь производить? То есть правильно ли я понимаю, что в момент выхода ты уже изначально шел, понимая, что ты строишь не просто дистрибуцию, а дистрибуцию под будущее производство? То есть модель у тебя уже в голове сложилась? Конечно. Какой был первый продукт, который был произведен под брендом? Губка. Губка. Под брендом Фрикенбок. Ну, во-первых, я понимал, что нужен бренд. Глубокое убеждение, ты это знаешь, о том, что бренд или лавмарк это настоящее ценностное value бизнеса. Не железо, не люди и бренд. Поэтому мы искали бренд, мы нашли Фрикенбок. Это было такое точечное попадание в десятку, то, что нам нужно. И первое это была губка. Дешевая простая губка. Поролон склеенный с фиброй. Как ты понял, что это должна быть именно она? Потому что два продукта комодити, самых простых и нужных, которые эволюционировали из газетки и тряпки грязной. Это была губка. Следующий шаг эволюции. Это был мусорный пакет. Два самых ключевых продукта. На тот момент их всего было пять. Это губка разных видов. Это мусорный пакет двух видов. Это фольга в рулоне одна. И это какая-то тряпка вискозная. Вот все. Когда ты начинал этим заниматься, или занимался до этого прокладками, тебе не смущало, что ты занимаешься очень прозаическим бизнесом? Ну, губка, ну, мусорный пакет. Дети, чем занимается ваш папа? Он делает мусорные пакеты. Безусловно, у меня был определенный комплекс. И там губки-мочалки, губки-мочалки. Меня там мои бывшие подкалывали партнеры губки-мочалки, пока эти губки-мочалки не стали продаваться с оборотом 200 миллионов долларов. Биосфера продает миллион единиц продукции каждый день. В день? 30 миллионов в день. 30 миллионов в месяц. Вау. Да. Но вдруг. Привет, дорогие друзья. Меня зовут Андрей Федорев. Я уже 20 лет занимаюсь маркетингом, и есть несколько вещей, в которые я верю беспрекословно. Одна из них – это предпринимательство. Я верю, что люди, которые создают новое с нуля ради того, чтобы мир был лучше, ради того, чтобы заработать денег, достойны быть успешными, достойны создавать прибыльные бизнесы, достойны получать удовольствие от своей работы и от жизни. Поэтому я приглашаю вас на портал «Будуй свое». Это специальный проект «Осчетбанка», на котором вы узнаете огромное количество полезной и вдохновляющей информации, которая понадобится вам для создания успешного, малого и среднего бизнеса. Добро пожаловать! Меня зовут Роман Стефанский. Я власник компании «Люди в Белому». Почему вы не в Белом? Ну, потому что компания так называется. Ага, вранье началось. А люди в Белом. У меня уже диссонанс. Назвались груздем, полизайте в кузовок. Позиционовали его самым супермаркетом, потому что это наибольшая в Украине площадь. Ох, будет кровь. Давайте дальше. Так. Это была и остается наибольшая в Украине площадь с медичным одягом. Великий, классный, качественный, с классным сервисом, такой типу зару для медиков. Ось я зайшов с мобильного до вас на сайт. Ось, что я бачу. Ось, как выглядит сторинка. Шесть из десяти людей. Первое, что у вас... Сколько у вас bounce rate сейчас? Что-что? Баунс rate. Какие у вас? Знаете, что это? Я не помню. Это люди, которые зайшли до вас на сайт, посмотрели что-то за херня и закрыли ее. Я не помню. Ну, ось, переверьте. Потому что при таком вот этом он должен быть высоким. 50% площадь занимают разные телефоны, технические и график работы, и мотивирующий меня значок, нет товаров. Вы хотите мне сказать, что я зараз для врачей, да? У людей нет фантазии. Люди хотят видеть то, про что вы говорите. Почему Инстаграм перемагает Фейсбук? Почему Ютуб перемагает книги? Потому что не нужно думать. Потому что я вижу то, что мне показывают. Сейчас у меня есть впечатление, что этого магазина, который вы говорите, не существует. А почему? А я его не видел. Какие диваны, где это все? Покажите. Не показали? Значит, нет чего из этого всего. Людина заходит, да? Там у вас пішли банеры. Но столько тексту, вместо фотографии, инфографии и так далее. Вы мне сначала сказали сразу очень много полезных вещей. Мы – наибольший магазин в Украине медичного одяга. Я бы написал, что вы не супермаркеты, а гипермаркеты. Я пишу гипермаркет, у меня сразу – сприйняття ассортименту сближается. Если вы позиционируетесь, как Зара, у вас не написано. 29 виттинки в белую халату. И опять-таки, извините, у вас магазин люди в белом, девочка в голубом. Мне, кстати, вот этот вот рисуночек нравится намного меньше, чем само название. То есть нейминг хороший. Уберите этот рисуночек, он вам не добавляет ценности. МК 0614. Но брендинг не ночевал пока здесь. Этот сайт должен меня затаскивать в приглашение. Ну, то есть он не генерирует визиты. Он просто как фотообои. А затянути людей тоже, ну, это не инструмент для того, чтобы людей запросить. Потому что я же говорю, что лекарь в отделениях там между собой спілкуються и с семьями. И они не через интернет шукают, куди мне поехать. Это так вот, я пришла, и говорю, о, ни хера себе, где это ты купила? Вот там-то. И вот они все поехали. Смотрите, вы правы на 50%. Сколько людей ищет халат медицинский купить? Не знаю. Как не знаете? Не знаю, я не помню. Вы плохо подготовились к краш-тесту. Сейчас у каждого врача есть смартфон. Ваша задача туда попасть. Вы можете сделать там, не знаю, Люди в Белом крупнейшая в Киеве вечеринка медсестер. В каком-нибудь ночном клубе. Вход в халате от Люди в Белом бесплатно. Приезжает Олег Винник. Поверьте. У вас все будет хорошо. Пусть Винник поет в вашем халате. Медсестра, ты моя медсестра. Делать показ мод. Договоритесь на Ukrainian Fashion Week, что люди в Белом представляют новую коллекцию. Туда пригласите врачей. Представляете, они приглашают Ukrainian Fashion Week. Тут камеры, папарацци. Идут медсестры. Ну, блин, круто. Прямо хочется открыть на ЛНТ-лиге пять конкурента. Стенка в стенку. Сказать, мы любим вас еще больше. Ну, а почему нет? Нет у вас там? Ничего не сдается рядом. Хорошо, спасибо большое. Но вдруг главный вывод за 50 лет, твой главный урок, если жизнь – это университет, чему ты научился за 50 лет? Мой главный урок – это не бояться ставить себе высокие цели. Самые высокие. Не бояться прописывать их на чарте, на бумаге, выкладывать на стол свои мечты. Делиться своим видением, мечтами и целями публично. Всеми своими целями и мечтами я делился публично. Это такая вот черта, когда ты это сказал, ты как бы провел сзади себя линию, и ты не можешь двинуться назад, только вперед. Ну, по-пацански. Пацан сказал, пацан сделал. Ты никогда не достигнешь своего величия, если этого не захотят твои люди, твои соратники. Да, я считаю, что всю жизнь, вот все это время, биосфера, биосферовцы, харизмовцы, вопиановцы – это реальные соратники, которые кайфовали и которые поздравляли меня искренне, делали все, чтобы я и моя компания была лидером, стояла на вершине. Скажи, пожалуйста, я недавно брал интервью из Кака Адизеса, он говорил о том, что стать предпринимателем – это все равно, что лечь спать молодым, а проснуться старым. Что ты, настолько у тебя бизнес проглатывает, что все, что там вне бизнеса, пролетает мимо тебя? Нет, мимо меня нет. Как ты этого добиваешься? Где баланс между жизнью и жизнью? Я невероятно результативен, у меня море энергии, и я умею это объединять. Как? Как была? Самая больная тема мировая – work-life balance. В ущерб. В ущерб. Расскажи. В ущерб. В ущерб бизнесу. Иногда в ущерб семье. Иногда в ущерб отношениям и дружбе. Иногда в ущерб своему здоровью. Иногда в ущерб нервам, силам своей семьи, своих сотрудников. Приходится выставлять приоритеты. Но я, блин, я успеваю. Каждый год, каждый момент наполнен уникальными событиями. Прорывными. Способность вовлекать по-хорошему. Вовлекать людей, заряжать, делать. Она делает чудеса. Я в этом году уже на невероятном количестве уникальных событий побывал. И тут, знаешь, каждый год как за пять. Поэтому я живу полноценной, насыщенной, яркой жизнью самореализующегося человека. Это большое счастье. Круто. Спасибо, Андрей. Добрый день. Я Андрей Здесенко. Папа брендов Биосфера. Реккенблок. Смайл. Харизма. Создавай что угодно. Не волнуйся. Греть. Попа брендов Биосфера. Попа брендов Биосфера. Попа брендов Биосфера. Энергия через край. Но когда я начал готовиться к празднику и подготовил определенный серьезный сюрприз, который, как всегда, является челленджем. И сегодня меня поздравляла девушка в лаунже Хилтон. Яркая, интересная мысль, вроде бы на одной волне. Она говорит там, я вас поздравляю, Андрей, спасибо. Какой совет? Что вы мне, какой совет вы можете дать 25 лет? И какой совет я бы себе дал 25-летнему? Это английский. Это классный английский. Это учиться как можно больше в то время, когда на тебя не действует центростремительной силы ответственности за компанию, за семью. Когда твой мозг работает как машина, когда в тебе море энергии и ты не обременен большим количеством стресса и обязательств. Учиться, учиться, учиться. Развивать и вытаскивать свои таланты. Они вам безумно помогут в будущем. Обязательно спорт, обязательно музыка, обязательно искусство. Это фантастический фундамент для общения, создания отношений со всем миром. Со всем миром. Даже сейчас в мире Фейсбука, Инстаграма самое ценное, что есть у людей, есть персоналити и харизма. И успех современных героев, он не в их бизнес-достижениях. Самое ценное, самое уникальное, то, что на сегодняшний момент есть, это твой персональный контент. Это ты есть сам, ты изюминка, ты уникален, ты не похож, ты не боишься этим делиться. И это однозначный ключ успеха на всю жизнь. И то, что я бы хотел пожелать себе 70-летнему, 80-летнему, никогда не забывать. О том, что во мне сидит пятилетний мальчишка, который любознательный, открытый, который умеет любить, умеет прощать и у которого горизонт еще на всю жизнь. И этого мальчишку я в себе культивирую, чего и вам желаю. Субтитры создавал DimaTorzok